Библейский портал экзегет.ру представляет Пятая глава книги «Иудив», читаю русский синодальный перевод, традиционный для библейского портала «Экзегет». Какая это мужская книга? Вот прямо мейлшовенизм, как это называется, прёт из каждой щели у главных героев этой книги. И пятая глава, может быть, в особенной степени это показывает. Всё решают мужчины, женщины, никто и ничто. Ну, потом в этой книге мы увидим, что это абсолютно не так. Но пока что нагнетается вот это противостояние мужчин друг к другу. Книга начинается с борьбы двух великих империй, двух великих держав, ассирийской и медийской. Не очень историческое повествование, но мы это уже обсуждали. Потом Аллафер, вот этот вот полководец Навуходоносора, он такой супер-мачо, он уничтожает, убивает всех, кто немедленно не признает его своим господином и не увенчает его венками. И вот здесь иудеи, они по-другому себя ведут, чем остальные народы. Они постятся, они молятся, но одновременно они готовятся к борьбе. И вот как ему вторгнуться Аллаферного? Мужская история продолжается. Между тем, Аллаферного и начальнику войска ассирийского дано было знать, что сына Израиля приготовились к войне, заложили входы в Нагорную страну, укрепили стенами всякую вершину Высокой горы, а на равнинах устроили преграды. Он весьма разгневался и, призвав всех начальников Муавы, вождей ОМОНа и всех правителей Приморской страны, сказал им, «Скажите мне, сына Иханаана, что это за народ, живущий в Нагорной стране? Какие обитаемые имя города? Много ли у них войск? В чем и крепости силы? Кто поставлен над ними царем, предводителем войска их?» Слышите, какая мужская история, да, вот мужики крепкие такие, воюют друг с другом. Кто у них главный, значит, много ли у них солдат в строю, да? «И почему они больше всех, живущих на Западе, упорствуют выйти мне навстречу?» Он такой мачо-альфа-самец, да, вот ему нужно и этих сломить. Ахиор, предводитель всех сынов ОМОНа, ОМОНитяне, один из соседних народов, ну, вот, соответственно, их, даже не сказано, царь, я не знаю, какой-то вождь, сказал ему еще один мужчина, который при Альфе Бетой пытается пристроиться. Да, вот, ну, совершенно такие животные отношения, стадные. «Выслушай, господин мой, слово из уст раба твоего. Я скажу тебе истинно об этом народе, живущем близ тебя в этой Нагорной стране, и не выйдет лжи из уст раба твоего». Этот народ происходит от халдеев. Прежде они поселились в Месопотамии, потому что не хотели служить богам отцов своих, которые были в земле халдейской. Речь идет, конечно, про Авраама, который действительно вышел из халдейской земли и отправился в Месопотамии, это северная часть Междуречия, северный Ирак на нынешней карте мира. Ну, и это история его странствий, да. Он не хотел служить богам своих предков и уклонились от пути предков своих и начали поклоняться богу неба, богу, которого они познали. И халдеи выгнали их от лица богов своих. Они убежали в Месопотамии и долго там обитали. Смотрите, единственная во всей Библии альтернативная история Авраама. Не он отказался от язычества, принял веру в единого бога, а это халдеи его выгнали за то, что он перестал почитать их бога, да. Вот тоже такая мужская история, да. Он не сам ушел, это мы его прогнали, потому что как это получится, что он какие-то решения самостоятельно принимает. Но бог их сказал, чтобы они вышли из места переселения, и шли в землю ханаанскую. Они поселились там весьма богателись золотом, серебром и множеством скота. Ханаан, соответственно, земля Израиля. Оттуда перешли они в Египет, так как голод накрыл лицо земли ханаанской. Там оставались, пока находили пропитание. И умножились там до того, что не было и числа роду их. И восстал на них царь египетский, употребил против них хитрость, обременяя их трудом и деланием кирпича, и сделал их рабами. Ну вот история практически первых книг пятикнижей. Здесь пересказано вот с этим странным вывертом, что исход Авраама описан глазами месопотамских его соплеменников, а дальше все более-менее совпадает. Тогда они воззвали к Богу своему, и он поразил всю землю египетскую неисцелимыми язвами. Египтяне прогнали их от себя. Конечно, не они вышли, а их все гоняют. Он же разговаривает с царем, который с ними воюет. Ему важно показать, что это народ-изгой, что не они сами действуют, а их, наоборот, всюду гонят. «Бог иссушил пред ними Черное море и вел их путем Сины и Кадис-Варни. Они выгнали всех обитавших в этой пустыне, поселили земли Амареев, своей силой истребили всех есаванитян, перешли Иордан, наследовали всю Нагорную страну, и, прогнав от себя Ханане и Ферезеи, Вусея и Сихема, и всех гергесян, жили в ней много дней». Ну, это вот история исхода, естественно, из-за воевания Ханаана. «И доколе не согрешили пред Богом своим, счастье было с ними, потому что с ними Бог, ненавидящий неправду». Все-таки Бога он признает, этот Ахиор. «Но когда уклонились от пути, который он завещал им, то во многих войнах они потерпели весьма сильные поражения, отведены в плен, в чужую землю, храм Бога их разрушены, города их взяты неприятелями. Ныне же, обратившись к Богу своему, они возвратились из Рассейни, в котором были, овладели Иерусалимом, в котором святилищи их, и поселились на горной стране, так как она была пуста». Ну, это вот уже история плена. И смотрите, очень интересно. Вот с точки зрения повествователя, другие народы тоже признают справедливость этих рассказов израильтян о себе, тоже согласны с этой историей, но расставляют немножко другие акценты. Это их отовсюду изгнали, это они вот так себя повели. Вот в чем разница? Для израильтянина история его народа, история его самого, его семьи, его рода, это прежде всего история отношений с Богом. Для внешнего наблюдателя это какие-то силы, которые действуют в этом мире. Кто-то против кого-то, на кого-то напал, кто-то прогнал, кто-то победил, кто-то проиграл и так далее. И это не имеет какого-то внутреннего духовного содержания. Хотя они признают, что Бог есть, что вот Он им помогал, но Бог всего лишь одна из действующих сил. Вот, в принципе, и все отличие взгляда язычника от взгляда человека, верующего в единого Бога. Язычник даже признает существование Бога. Но для него Бог одна из многих действующих в этом мире сил. Да и, пожалуй, не главное. Ну, а какой практический вывод? Что подскажет Ахиор Алаферну? «И теперь, повелитель господин, если есть заблуждения в этом народе, они грешат пред Богом своим, и мы заметим, что в них есть это преткновение, то мы пойдем и победим их. А если нет в этом народе беззакония, то пусть удалится, господин мой, чтобы Господь не защитил их, и Бог их не был за них, и тогда мы для всей земли будем предметом поношения». Ничего себе. То есть Ахиор делает очень верный вывод. Израильтяне непобедимы, пока они со своим Богом. Если они от Него отпали, да, давай пойдем завоюем. Но пока они с Ним, они как за каменной стеной, ничего не получится. Вот, а почему тогда Ахиор сам не принял веру в единого Бога? Казалось бы, какой прекрасный повод сказать, «Я тоже так хочу». А вот бывает, что человек признает некую силу, но не спешит встать на ее сторону, но не готов себя ей подчинить по разным, наверное, причинам. Но вот так и здесь, да. То есть можно верить в Бога в том смысле, чтобы признавать его существование. Можно верить в Него в том смысле, что соглашаться с тем, что о нем рассказывают, и даже говорить, смотрите, вот те, кто с Ним, они непобедимы, пока они с Ним, но не вставать на его сторону, да. Есть вера как признание факта, как некоторое интеллектуальное усилие, но не более того, нежизненный выбор, да. Вот тоже очень важный момент в этой книге. «Когда Ахиор окончил эту речь, весь народ, стоявший вокруг шатра, возроптал, а вельможи Алаферны и все населявшие Приморье и землю Мавы заговорили, тотчас надо бы наубить его, потому что мы не побоимся сынов Израиля. Это народ, у которого нет ни войск, ни силы для крепкого ополчения. Итак, пойдем, повесел Алаферн, и они сделаются добычей у всего войска твоего». А вот окружение играет на как раз вот этих чувствах мачо, да. Алаферн – это крутой мужик, который всех побеждает, всех бьет, ему говорят, что? Как это, если Бог их защитит, ты ничего не сможешь сделать? Это ты-то не сможешь сделать, да ты всех сильнее, всех круче. И они в нем разогревают вот это настроение. Мне кажется, это очень простой способ манипуляции, да, таким человеком. И в жизни действительно довольно часто встречается. «Брать на слабо» называют это дети. А слабо тебе, да? И мальчишки друг друга подначивают, совершают вещи, которые, в общем, совершенно ненужные им совершают, в том числе очень опасные для жизни. Так здесь тоже его взяли на слабо, Алаферна. Это что? Кто-то тебе говорит, что Бог их защитит, против тебя, но против тебя никто не устоит. Ты самый крутой, ты самый лучший, ты альфа-самец. Вот что очень часто бывает в жизни. Интересный портрет Ахиора. Ахиора относится к аммонитянам, к соседнему народу. Наверное, он просто убедился на практике, что это не работает так, да? И он всерьез хочет предупредить Алаферна. То есть не говорится, что Ахиор какой-то особенно мудрый, что он там совершенно замечательный и так далее. Но он же враг Израиля, да? Он на самом деле хочет победы Алаферна. Но он понимает, что вот есть какие-то вещи, которые не работают. И, к сожалению, очень часто мы, не будучи Алаферными, а будучи вполне хорошими людьми, не слушаем таких предупреждений. У нас вот есть какая-то цель, мы к ней идем, не замечаем препятствий и так далее. Иногда препятствия стоит замечать, даже если ты не соглашаешься внутренне с тем, что они существуют. Вот, может быть, один из уроков этой главы. Но пока что вот тут мужская история будет продолжаться в шестой главе тоже. Продолжение следует...